Валерий Константин Валерий Константин Валерий Константин Валерий Константин Валерий Константин Ну, допустим, это мой двухлеток, да, его уже можно брать на прививку, культурный, чтобы перенести на дикий, это мой самый способ, я его называю самый дешевый, эффективный, потому что сейчас я режу черенки, а вдруг последний год, где вы возьмете черенки, ну-ка, на скидку еще у кого, тишина, а если я не смогу, вот, так вот, я что предлагаю, раз уж вы взяли, купили у меня косточки культурные, абрикосовые, вот тут сам внизу отрезайте, оставляйте на развитие не больше трех, вот эту ветку отрезайте и берете с нее пару нижних фрагментов, ну, а питомник возьмет эту, 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 вот, поняли, да, значит, получится так, что сальцев не будет много, а полноценных ни одного, прививка почкой, ну, в общем, я вам показал, это, 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 прекрасные приросты последнего года, идем дальше, так, смотрим сюда, мы говорим про абрикосы, про конкретику, для меня конкретика, это не только конкретно, как меня учил главный редактор, взял лопату, выкопал ямку, нет, для меня вот конкретика, да еще какая, значит, какой-то момент, прежде чем я перешел на бедра, а потом на специальные горшки, я еще три года назад питомником завидовал, вот, а до этого были голые корни, сами понимаете, все с этого начинают, так называя ОКС, открытая корневая система, или открытые корни, а я перешел на коробки, эффективность невероятная, они перестали погибать у моих покупателей, приезжали Абакан, там, это, вплоть до этих самых, уж такие города, это рядом по нашим меркам, Канск, Качинск, Красноярск, Минусинск, все рядом, и вот так вот я их и рассылал, и однажды мне удалось случайно провести эксперимент, эти саженцы, это человек заказал непривитые, это самая, китайская слива непривитая, китайская слива в центре манчжурский абрикос, любой специалист скажет, да, манчжурский, видите, какие они, вот, вот, кстати, вот это уже культурно, уже сразу видно, но это уже другой вопрос, вот, что вы думаете, человек не приехал, они простояли всю зиму, сейчас поймете, конкретика или нет, проходит ноябрь-декабрь, морозы уже 35-38, снега нет, в январе, вот это выпал первый снег, а вы знаете, что такое, жуткие морозы, когда, говорите, черная земля, это какое-то чувство, как будто попало на Марс или, наверное, еще куда-то, вот, настолько неприятно, знакомо, но только нашим жителям, вся себе снегом завалена, а мы нет, таким образом мы вырастили сверхморозостойкие корни, как, вот это вот, достоялся, внимание, пришла весна, китайки мертвы, но вы же помните, что у них корни более поверхностные, чем у манчжурца, но в данном случае, в одинаковых условиях, манчжурец, который простоял незакопанный, на диком морозе, без снега, вот этот снег, еще лежал январь, февраль, март, вот это, все, результат, а, вот это вот и есть манчжурский абрикос, это ребенок, это потомство от того патриарха, вот это должно расти во всех садах, во всех скверах, я потом покажу еще раз фотографию, где у Сергея тысячи нераскупленных этих манчжурцев стоит, и еще там 300 или 500 жерделий, такие же по всем морозостойке, вот, вот это везде должно быть, за осень, если три штуки купили, то это хорошо, я заканчиваю свою деятельность, очередная загадка, культурная груша, так, в данном случае это, короче, культурная груша, и у нее вырастает второй побег, вот, я, так как они, эти обе груши, составляют одно целое, как кентавр, да, у них начали сравниваться так груши, а откуда эти-то, которые лежат, с дикаря и с культурного, один из ярких примеров, детективная гравитация, у нас поехала крыша, и мы не стали ее собирать, чтобы не морочить вам голову, вот, вот, то есть я показываю, что морда у меня сам, видите, какая, да, это не конкретика, но это конкретика, это доказательство, что детективная гравитация существует, груши соединились так, что это стало культурное, чуть-чуть не культурное, дикое, чуть-чуть не дикое, ладно, смотрим дальше, теперь, для чего вот эта фотография, это погреб, это золотой запас России его называл, тут есть вот и академик, лады огромные, ой, косточки огромные, и фаина, единственное, это самое, до сих пор, говорю, единственное дерево на планете, и бай знаменитый есть, вот, и серафим есть, и кордюмов, новый сорт, и манчжурцы сладкие, номер пять, номер четыре, скороплодный, все есть, а если со мной что-то случится, я придумал такую хитрость, я сказал, Дарья Александровна, не поспишь, вот, я тебя сейчас представлю, извини, что так говорю, но я уж, пофамильярно, так вот, с чего она начинала в моем саду, в данном случае, для чего она была нужна, уродился вот такой плод, это абрикос, привитый на сливу, когда эту фотографию разместил, там, в наших газетах, там, в Сады Сибири, Фазенда, дальше Корсенского края, Тимирской области, Иркутска, меня не знали, тем не менее, я понаслушался, что вранье быть не может, вот, но тогда получается, если это не мой плод, то это не моя племянница, понимаете, вот, то есть, даже это не являлось доказательством того, что такие вещи у меня начали получаться, а вот рядом черешья, привитая на вишню, вот для чего я ее использовал, прошло время, за ее плечами, самый высокий в мире, правильно, колоновидное яблони, ну, так, несколько мировых рекордов, скромных, вот, дальше, значит, для чего сейчас нужна Дарья Санна, дело в том, что в свои 26 лет она уже не новичок, это раз, дальше она будет продолжать учиться, два, и если что-то, у нее еще есть замечательная сестра Юлия, если что-то не так, я хочу, чтобы вот это продолжалось до бесконечности, больше семян таких нету, существует, сейчас только позвонил Бродский, значит, косточки продал, нет, не берут, поняли, к чему говорю, две коллекции на всю Россию, две коллекции, причем они распроданы, скажем так, обе, главное, у нас, я почему показал Сергея Железова, его направление саженцы, Дарья Александровна, косточки, семечки, черенки, вот, это все не должно прерваться, сад уникален, видите, вот эти самые груши, у них семечки, тех же самых роскошнейших груш, а нарядные фильмы, это мировой лидер, наберите и сами убедитесь в этом, гран-при мировой, мировой, этот самый, конкурс выиграл, вот так вот, здесь их как, это, немерено, а во всей стране, ну, сами знаете, даже, речь не только об абрикосах, у груши-то путевых, кроме несъедомных, ни черта нету, смотрим, каталитику, если сюда посадить абрикосы, я вам покажу этот снимок, они ни черта не зайдут, вот, если просто посадить, здесь за миллионы лет, а ведь там, где всегда, где полевые цветы, это значит не пахано никогда, удачи снимок, здесь за миллионы лет, выпало вместе с осадками, вместе с ураганами, миллиарды, триллионы семян, ни одно не взошло, вот, даже ждет это, мы обманываем косточки абрикосовые, в данном случае, мы про абрикосы, да, Александр, как, пока положи их, посади их, не взойдут, или взойдут очень редкие, а потом еще и сдохнут, причем люди часто, да, все взошло, а потом умерло, здесь природа не предназначена ничему расти, можем мы что-то изменить? Можем, как? Мы им даем только шанс, мы дерево, в данном случае абрикос, проращиваем в искусственных условиях, сертификация, про нее будет отдельная тема, целый час я буду в голову морозить, пока очень коротко, дело в том, что деревья, они, ладно бы там, в райском саду, наверное, были те же абрикосы, у них такой нужды не было, посадил косточку абрикос, допустим, 150 грамм, моя мечта, кстати, уже подходил к этой мечте, да вы сами видели это, вот это, ай, ладно, не буду возвращаться, вот тот плод, он, прививка абрикоса на сливе, у меня просто умерла, вот, и опять надо, надо уходить в сторону, чтобы сказать, скелетные прививки живут плохо, часто умирают, надо переходить на современные технологии, вот это я вам и расскажу, кое-что рассказал, кое-что еще, но начинаем сначала, с нуля, вот вам дали это поле, что вы будете делать, не хочет сходить, мой лучший пример, 170 из полутора тысяч, зашло вот на таком вот поле, причем это поле бывший лес, а здесь-то никогда леса не было, похоже на то, значит, что обманем, надо, чтобы они взошли в искусство, потом посадили, потом от ветра, тут еще немалую роль играет ветра, где защита от ветра, перекати поле, вот и попробуем зайди, и вот получается так, что искусственные сходы, потом защита, про это тоже будем говорить, пока коротко, и дерево начинает менять почву под себя, как это... Субтитры создавал DimaTorzok